МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Виктор Золотарев, здравствуйте. Здравствуйте. У нас в республике зарегистрировано более 700 тысяч избирателей. Как вы считаете, процент явки каким будет? Я думаю, что и не только я, но и специалисты, которые занимаются профессиональной этой деятельностью, выборами, выбранными технологиями, изучением общественного мнения, они дают по Бурятии прогноз аккуратный, осторожный прогноз в 37-40% явки, но, на мой взгляд, хотелось бы явку процентов 45. Тогда бы мы были в лидерах всей России по явке. Потому что в целом самый оптимистичный прогноз в некоторых регионах, а выборы будут в 17 регионах страны в этот день, то самый оптимистичный прогноз в других регионах до 45 может дойти. Дальше уже совсем с трудом. Вы говорите, хотелось бы. Это значит, что есть предположение, что явка будет выше, чем 37? Есть, да. Но мы сейчас уходим в какие-то такие субъективные абсолютно факторы. Будет дождь, не будет дождя. Да, вот будет ясная погода, большинство, не то, что большинство, но кто-то, например, пойдет на огороды, кто-то поедет за шишкой, а кто-то пойдет за ягодами или вообще, да. Будет другая погода. Ну, например, даже вот так вот, да, и процент туда, процент сюда может сыграть свою роль. Но, может быть, произойдет то, что не все пойдут за шишками, ягодами. И если в предыдущие годы они все ходили, и выборы на выборы не ходили, то вот именно в этом году, возможно, они передумают и сходят, проголосуют. Я думаю, что да, есть такое, есть такие ожидания, что все-таки, это называется, сходят и проголосуют выше, чем ожидается сейчас, выше, чем прогнозируется. Ну, во-первых, у нас кандидаты достаточно интересные, по крайней мере, по крайней мере, один из них, Алексей Циденов, он до сих пор интригует, да, там, интригует своим появлением здесь. И это федеральный уровень, это топ-чиновник бывший, федерального уровня, и это интересно просто, вот. Это во-первых. Во-вторых, ну, тут нужно сказать о какие-то банальные вещи, но, тем не менее, на присутствии, это гражданский долг, потому что... Потому что мы все привыкли к гражданскому долгу. Да, я имею в виду, здесь чисто прагматизм еще должен сыграть, например, у кого-то, у жителей республики, у кого-то из жителей республики, хотя бы на том простом основании, что считать в Москве, например, будут не проценты. Считать в Москве будет количество проголосовавших, количество, в натуральную величину количества людей, которые пришли, которые проголосовали. И тогда у местной власти, у местного главы победителя будет... От него спросят, сколько за тебя проголосовало. Не сколько процентов, а сколько именно. Потому что это может быть 90 процентов, или 80, или 60. В любом случае, кто у него за плечами? Сколько человек? Сколько тысяч? Сколько сотен тысяч? И тогда, когда он будет ходить по кабинетам федеральных министерств, и по-хорошему просить, да, давайте построим больницу, давайте построим дороги, давайте проведем электроэлектричество, давайте еще что-то сделаем, да, он совершенно точно будет оперировать именно этими сотнями тысяч людей. Это достаточно важная цифра. И вот поэтому нужно еще и прийти, собственно говоря, чтобы потом не говорить о том, что мы ему доверили. Вот кто проголосует за кого-нибудь, вот тот тому-то и тому и доверил. Вот так вот. Как вы считаете, после выборов есть надежды на светлое будущее? На светлое будущее не знаю, вот надежды есть, потому что увеличено, ну мы видели это, мы это делали, и вы, и мы. Мы видели, какое усиленное внимание за последние несколько месяцев привлечено к Бурятии, к региону, к исполняющим обязанности главы. Достаточно много событий в последнее время произошло в связи с этими выборами. Ну, просто не, вот, в кавычках народная тропа была, вот, буквально, вот, да. Проложена. Абсолютно, да. Красная дорожка такая из федеральных чиновников вплоть до президента России. И застарелые проблемы десятилетиями, которые были и до сих пор, к сожалению, остаются в Бурятии, они практически все были не обделены вниманием. Да, это экология, это туризм, это дороги, это социальная защищенность населения в местах, которые, вот, экологически, скажем так, попали под жесткие экологические ограничения. Вот эти проблемы, они кажутся скучными, когда вот пишешь или вы рассказываете это в эфире, они кажутся скучными и надоевшими. На самом деле там десятки, сотни тысяч людей, которые там или по дорогам не могут проехать, или не могут дом там на Байкале собственно себе взять. Это актуальная проблема, которую мучают людей. Да, но надо понимать, что светлое будущее не наступает в понедельник. Для того, чтобы там привести правоохранное законодательство для жителей Бурятии или там построить дороги, на это все-таки требуется годы и годы и миллиарды рублей или там изменение законодательства, вот, достаточно длинное. То, что Путин приехал, это не означает, что когда он улетел, мы сразу зажили хорошо. Это значит, что надежды в будущее, ну, по крайней мере, они становятся более позитивными, чем до его приезда. Спасибо. Мы продолжим разговор на эту тему в программе «Актуальная тема». Не пропустите, а наш выпуск продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова